Да, это у нас один кадр. Продолжилось рассмотрение дела Ивана Пиноварова в суде. А рассчитываете ли Вы на то, что вердикт будет справедливым? Я не могу критиковать деятельность судебной власти, но я считаю, что правоохранительные органы очень формально подошли к своей работе. Очень многие доказательства были рассмотрены поверхностно. Я считаю, что справедливым будет наказание, предусмотренное законодательством. Вот с учетом родственных связей, господина Пиноварова, рассчитываете ли Вы, что в саратовских судах можно надеяться на правосудие? Я очень надеюсь на правосудие во всех судах России. Если Вы здесь не добьетесь обвинительного заключения, готовы ли Вы дойти до лукового суда? Да, безусловно. А как бы Вы оценили текущую работу правоохранительных органов с учетом другого аспекта этого дела, убийства собак в частности? Я считаю, что прошло более четырех месяцев. Очень многие следственные действия не проведены до сих пор. Я считаю, что происходит какой-то застой в расследовании уголовного дела по части 2-й 245-й Уголовного кодекса. Я думаю, что... Точнее, я не могу контролировать этот процесс, почему это так происходит. Вас вызывают, Вас опрашивали. Вот что было сделано по Вашему... Сейчас я могу это назвать состоянием застоя. То есть ничего не происходит? Нет. Пока нет. Только после того, как Вы обратились, выступили с видеообращением, что-то было, да, и сейчас все заглохо. Происходит так, что начинают работать только, когда я апеллирую к вышестоящему руководству. То есть к Бострыкину Александру Ивановичу, например. Я думаю, что рассчитывать на объективность и беспристрастность суда не следует. Поскольку уже будучи не единожды в аналогичных процессах, ну, когда с участием судебного разбирательства, я вижу, как себя ведет суд. И в данной ситуации суд вел себя таким образом, что он уже заранее склонен вынести оправдательный приговор. И если завтра вдруг будет иное, то, наверное, в Африке умрет последнее слово. А в Антарктиде зацветут ананасы. Сейчас мне хотелось бы обратиться к руководителю Следственного комитета и Российской Федерации Бострыкину, и к руководителю Следственного комитета Саратовской области, что сбор доказательственного материала в отношении побоев Хрусловой, который проводили работники Следственного комитета, произведен вот из ряда вон плохо, потому что сегодня сторона обвинения заявляла в прошлом процессе ходатайства, и она его поддерживала, свое ходатайство, о признании экспертного заключения, установившего умышленный вред, причинение легкого вреда здоровью Хрусловой, недопустимым доказательством. В силу того, что сторона не была ознакомлена с постановлением о назначении экспертизы. Это же из ряда вон, как это так, в нарушении УПК следственные органы собирают доказательства. А ведь этот документ был основополагающим для заявления частного обвинения Хрусловой, с которым он обратился в мировой суд. И получается, основной документ, который являлся основанием для обращения в суд, вдруг сейчас суд признает недопустимым доказательством. И тогда получается, Кристина в силу отсутствия качественного сбора материала следственным органам, лишается права защиты себя в суде. И доказать семейное насилие простой русской женщине в случае, если совершено в отношении ее мужчины такое насилие, не представляется возможным. А особенно не представляется возможным, если это насилие совершается должностным лицом, если это насилие совершается лицом, являющимся родственником, высокопоставим лица региона. И получается, что если бы на месте Ивана Пивоварова был бы простой либо кочегар, либо слесарь, то вся ситуация решилась бы иначе. И особых усилий для суда не составляло бы труда доказать его виновность. А получается, если у нас лицо является достаточно высокопоставленным, то доказать это практически нереально невозможно в силу отсутствия качественного сбора материала. В связи с этим прошу обратить внимание и Бастрыкина, и Говорнова на работу своих сотрудников в органах Следственного комитета, чтобы они свой материал собирали качественно. Иначе, получается, их работа может быть признана некачественной, а соответственно и квалифицировать как халатность к отношению своих должностным обязанностям. Спасибо.